Субтитры делал DimaTorzok 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 Доброе утро! 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 которого сорве все самарабха старание кама основаны на стремлении к наслаждениям санкаупа целеустремленности варджитага лишенные и она совершенного знания огни в огне дага сгоревший карманам того чьи действия там его ахух называют пандитам мудреца будга обладающим знанием тот кто действует не стремясь наслаждаться плодами своего труда обладает всей полнотой знания тот кто действует не стремясь наслаждаться плодами своего труда обладает всей полнотой знания мудрецы говорят такого человека что все последствия мудрецы говорят про такого человека что все последствия его действий сгорели в огне совершенного знания что сейчас тоже зависли или уже отпустила тот тот действует не стремясь к наслаждению не стремясь наслаждаться плодами своего труда обладает всей полнотой знаний мудрецы говорят про такого человека что все последствия его действий сгорели в огне совершенного знания только тот кто обладает совершенным знанием может понять действие человека развившего в себе сознание кришны поскольку человек обладающий сознанием кришны не стремится к чувственным наслаждениям про него говорят что он сжег все последствия своих действий в огне совершенного знания знания о том что по своей природе он является вечным слугой верховной личности бога только тот кто понял эту истину обладает подданным знанием это знание подобно огню который вспыхнув сжигает дотла все последствия нашей деятельности хорошо тяк то карма бха ласангам ниття трипта нирашрая кармани апхиправрит топи навекинчит каратисаха тяк то карма бха ласангам подам своего труда привязанность ниття всегда трипта удовлетворенный нирашрая не имеющий прибежище кармани в деятельности обхиправрит ага всегда заняты апи хотя на не эва безусловно кинчит чтобы ни карати делает саха он свободен от привязанности к падам своего труда всегда удовлетворенный нить Zukunft миховые кармических действий, хотя и трудится, не покладая рук. Освободиться от пут кармической деятельности может только тот, кто обладает сознанием Кришны и посвящает Кришне все свои действия. Человек в сознании Кришны действует движимой, чистой любовью к Верховной Личности Бога, и потому он не привязан к водам своего труда. Он не привязан даже к поддержанию своего тела, ибо во всем полагается на Кришну. Такой человек не стремится приобретать вещи или сохранять то, что он уже имеет. Он старается как можно лучше исполнить свой долг, а во всем остальном полагается на Кришну. Деятельность такого человека, свободного от мирских привязанностей, не имеет никаких последствий, ни хороших, ни плохих, как будто он вообще не совершает действий. Такая деятельность называется акармой. Продолжение следует... 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 Человек, обладающий сознанием Кришны, не ждет хороших или плохих результатов своей деятельности. Он полностью владеет своим умом и разумом. Он знает, что будучи частицей Верховного Господа, Он действует как часть целого и является не самостоятельным исполнительным действием, а лишь орудием в руках Всевышнего Рука движется не сама по себе, а благодаря усилиям всего организма Так и человек, развивший в себе сознание Кришны, всегда действует в согласии с волей Всевышнего Поскольку не стремится наслаждаться жизнью независимо от Него Его действие подобно работе деталей в машине Деталь чистит и смазывает, чтобы сохранить ее в рабочем состоянии И точно так же человек, обладающий сознанием Кришны, заботится об удовлетворении насущных потребностей своего тела Только для того, чтобы быть способным заниматься трансцендентным любовным служением Господу Поэтому его действия не влекут за собой кармических последствий Подобно домашнему животному, он не считает себя даже собственником своего тела Жестокий хозяин может убить принадлежащее ему животное И оно безропотно расстанется с жизнью К тому же оно никогда не обладает полной свободой действий Человек, развивший в себе сознание Кришны, целиком поглощен духовной деятельностью И у него просто нет времени на приобретение излишней материальной собственности Чтобы поддержать душу в теле, ему не нужно добывать деньги нечестным путем Поэтому он не оскверняет себя грехом И его действия не имеют никаких кармических последствий То есть человек, он заботится о своем теле, он его кормит Но если он его перекармливает, соответственно, придут сразу кармические реакции Потому что перекармливание – это жить ради своих чувственных удовольствий То есть когда мы много едим, много спим, много чего-то делаем для своего тела Не то, что нужно смотрим Это мы удовлетворяем свои собственные чувства И за все это мы будем вынуждены пожать какую-то реакцию Но если мы все то же самое делаем Заправляем тело, делаем какую-то зарядку Спим, сколько нужно для того, чтобы тело отдохнуло И потом занимаем это тело в служении Господа То этот отдых и питание, оно будет не иметь последствий Потому что это все будет в рамках преданного служения Сейчас мы альтернативный перевод прочитаем Что есть действие, а что бездействие Даже мудрецы, сбиты с толку, пытаются разобраться в этом Сейчас я расскажу тебе о том, что значит действовать и бездействовать Знай это, ты избавишься от всех бед Крайне нелегко постичь природу деятельности Для этого необходимо понять, что есть благочестивое действие карма Греховное действие карма И бездействие карма Кто понимает, что бескорыстная деятельность приравнивается к бездействию А отказ от исполнения долга в конце концов порабощает деятельностью Тот самый разумный среди людей Такой человек постоянно пребывает в духовном измерении Даже совершая разнообразные поступки Он не стремится наслаждаться плодами своих трудов И последствия его деятельности сжигают огонь совершенного знания Такого человека считают подлинным мудрецом Отбросивший привязанность к результатам своих трудов Черпающий блаженство внутри себя И не зависящий ни от чего мирского Такой человек остается незатронутым деятельностью Хотя постоянно погружен в нее Свободный от материалистичных желаний Контролирующий ум и разум Оставивший стремление к мирским достижениям И довольствующийся лишь тем, что необходимо для поддержания физического тела Он даже действуя не навлекает на себя греха Так, на этом мы Багалат Чувства настолько привязаны к своим объектам наслаждения Что даже деревянная статуя женщины может привлечь ум великого святого Мужчине не следует близко сидеть даже со своей матерью, сестрой или дочерью Ибо чувства настолько сильны, что могут увести за собой даже человека с глубокими познаниями Очень важно понимать, что чувства имеют огромное могущество И очень глупо думать, что мы такие прям продвинутые Что можем находиться где угодно и заниматься чем угодно И не попасть под влияние этих чувств Есть много людей, которые отказываются от собственности и отрекаются от мира, но делают это наподобие обезьян Они бродят повсюду в поисках чувственных наслаждений И разговаривают наедине с женщинами Сказав это, Шичитане Махапрабху удалился к себе в комнату Видя, насколько он разгневан, все преданные смогли На следующий день все преданные вместе пришли к отрасным стопам Шичитане Махапрабху просить за Харидаса-младшего Звук пропадает и низ Ну не знаю, я могу попробовать перезагрузить Все Если подождете Субтитры сделал DimaTorzok